К амаранту, пришельцу из Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, отношение в институте особое, можно даже сказать, привилегированное. В листьях и семенах растения содержатся уникальные биологически активные вещества – пектин и белок. На протяжении многолетних исследований ученые института доказали огромную роль амаранта в сохранении здоровья человека и уменьшении риска заболеваний, связанных с питанием. По амаранту был действительно в последние годы просто прорыв. Была целая создана серия биологически активных добавок – фиточай и амарантил. Это чай, который очень полезен для человека и в лечебных целях, и, что самое интересное, он полезен для спортсменов, для выздоравливающих больных. К приезду съемочной группы профессор Мурат Гинс в кабинете директора накрыл чайный стол. Конфеты, зефир, разноцветные красители, крупа для выпечки – все это получено из листьев амаранта. Производя натуральный пищевой краситель, который имеет цвет, опять же, приятный, но они имеют и лечебно-профилактическое действие, ну, даже профилактическое. Ими можно окрашивать кондитерские изделия, можно окрашивать конфеты. Вот эти конфеты окрашены натуральным пищевым красителем. Из интродуцированного Петром Федоровичем в лаборатории растений амаранта есть и зеленые, и красные окрашенные растения. Мы активно работаем с Институтом по разработке новых антибиотиков имени Гауза. И вот эти препараты подтвердили свою высокую эффективность в модельных системах. Работа исследователей не осталась незамеченной. За разработки чайных продуктов и биологически активной добавки к пище фиточной амарантил группа ученых была удостоена государственной премии и премии правительства Российской Федерации. Оставалась нереализованная задача просветить население. Культура амаранта – это новое, и мы уже ее интродуцировали здесь. Но дело в том, что одно дело – просто культуру назвать, а другое дело – что с ней делать. И для этого мы специально в издании указали рецептуру. Эта книга интересна тем, что среди соавторов наш аспирант, сейчас он уже кандидат сельскохозяйственных наук из Эквадора. Часть вот этих рецептов, большая часть, была собрана как раз им в странах, откуда амарант происходит, из стран Латинской Америки. Примечательно, что наши отечественные сорняки, старица, ширица, тоже обладают целебными свойствами, и их ученые с уверенностью относят к семейству амарантов. Дарья Киреева, Галина Поликарпова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.